Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши очередная встреча за круглым столом. И в этот раз мы решили обсудить, как в нашей республике выполняется закон о противодействии коррупции. В разговоре принимает участие старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета России по Чуваши Олег Дмитриев. Оперополномоченный по особо важным делам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской республике Александр Исаев. Член общественной палаты Чувашской республики Кирилл Лукин. И начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Чувашской республики Сергей Павлов. Здравствуйте! Здравствуйте! Сергей Петрович, наверное, первый вопрос все-таки к вам. Давайте для начала определимся с глоссарием. Что такое коррупция? Что такое коррупция в классическом понимании, в современном понимании? И какие противоправные деяния подпадают под это определение? Ну, это понятие впервые появилось у нас в 2008 году, когда появился закон федеральный о противодействии коррупции. То есть до этого времени у нас этого понятия не существовало. И статья 1 этого закона определяет коррупцию таким образом. Коррупцией считается злоупотребление в служебном положении, дача взятка, получение взятки, коммерческий подкуп, либо иное незаконное использование физическим лицом своего служебного, должностного положения, вопреки законным интересам общества и государства, в целях получения выгоды в виде денег, ценностей или иного имущественного характера. Вот интересно, я представляю, что, наверное, сейчас все телезрители, так же, как и я, были удивлены. Как это так? Считается, что коррупция в России появилась едва ли не раньше самого государства. А само понятие только в 2008 году. А как же мы обходились до этого? То есть эти преступления не преследовались законом? Нет, всегда преследовались эти преступления, и органы прокуратуры всегда занимались этими вопросами, вопросами противодействия коррупции. Но, скажем так, каждый орган правоохранительный коррупцию понимал немножко по-своему. Да, мы пытались все это объединить, привести к какому-то общему знаменателю, но вот федеральный закон, как я уже сказал, появился не так уж давно, и это понятие законодатель ввел все-таки. Ну, здесь два основных момента, если говорить более простым языком. Это использование должностным лицом своего служебного должностного положения, вопреки законным интересам общества государства, то есть противоправное использование такого положения, и при этом преследуется материальная выгода. Вот если вот эти два момента присутствуют, то мы можем говорить о коррупции. Александр Николаевич, что такое экономические преступления, и какая взаимосвязь между коррупцией, если мы говорим о материальной выгодой, и экономическими преступлениями, и какая разница? Ну, разница здесь только в субъекте совершения преступления. То есть все коррупционные преступления, они, как правило, являются экономическими, но не все экономические являются коррупционными. Субъект здесь – это должностное лицо, во-первых, как, допустим, должностное лицо органов государственной власти, местного самоправления, муниципальных, государственных учреждений, акционерных, общества, где пакет акций, доли участия государства либо муниципалитета более 50%. В том числе и коммерческие организации здесь в части их руководителей. Если преступления ими совершены с использованием служебного положения, именно при использовании организационно-распорядительных и хозяйственных полномочий и с корыстной заинтересованностью. То есть если вот эти признаки, критерии все имеются, то преступление будет коррупционным. Ну вот в качестве примера буквально вчера прошла информация, вот Олег Геральдович поделился с журналистами о том, что следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о преднамеренном банкротстве. Ну это больше все-таки, наверное, относится к экономическим преступлениям, поскольку здесь корыстный умысел на данный момент, по крайней мере, еще не установлен. Пока у нас есть данные о том, что он совершил незаконные действия, направленные на преднамеренное банкротство. То есть на увеличение кредиторской задолженности возглавляемого предприятия. В результате чего? То есть что стало одной из причин того, что сейчас в арбитражном суде Чувашской Республики находится на рассмотрении гражданское дело о признании этого предприятия банкротством. И в результате вот та кредиторская задолженность, которая возникла у открытого акционерного общества «Чувашский бройлер» перед третьей фирмой, вот эта третья фирма теперь обратилась с заявлением о включении этой кредиторской задолженности в реестр требований кредиторов. И суду придется рассмотреть, опять же, и это заявление, и при наличии оснований уже включить их в реестр кредиторов. – Кирилл Владимирович, на Ваш взгляд, какая сфера наиболее, ну скажем так, подвержена соблазну совершить преступления коррупционной направленности? – Достаточно сложно оценить с первого взгляда как раз сферу и выделить какую-то основную, в которой можно больше уже говорить о том, что коррупция тут процветает, тут она менее активна. Но в последнее время, то есть по СМИ можем посмотреть, очень много задержаний и глав регионов по России. То есть я думаю, что все-таки больше именно к руководящей должности мы это относятся, чем же к исполнителям. – Как часто совершаются преступления коррупционной направленности в нашей республике? Какова статистика и насколько успешно удается вам всем с ней бороться? – Ну как часто совершаются, это сложно сказать, потому что коррупционные преступления, они являются латентными. То есть обе стороны, вот в частности, если говорить о взятничестве, то есть одна сторона заинтересована в получении взятки, другая в решении своего вопроса путем дачи взятки. И, к сожалению, вот об этом сложно узнать, потому что между двумя субъектами происходит этот разговор и это взаимодействие. Только в ходе там оперативно раскрытых мероприятий, либо когда поступает жалоба, заявление от чиновника, которому пытаются предлагать взятки. Такие тоже факты имеют место быть. Либо когда с гражданина какой-либо чиновник пытается получить незаконное денежное вознаграждение, либо вознаграждение имущественного характера. И гражданин, который с твердой гражданской позицией и убеждением, и который не приемлет совершение коррупционного поведения… Такие способы решения проблем. Да, обращаются правоохранительные органы, и вот с их помощью мы задерживаем таких чиновников. Здесь, наверное, еще нужно сказать о том, что очень часто бывает так, что Чуваша входит в число субъектов Российской Федерации, где наиболее высокие показатели выявляемости коррупционных преступлений. И некоторые средства массовой информации, некоторые представители оппозиции преподносят это так, что вот у нас в Чувашии больше всех берут взятки, больше всех совершают коррупционные преступления. На самом деле это не так. Здесь необходимо говорить о том, что именно структура правоохранительных органов Чувашской Республики нацелена на то, чтобы максимально эффективно противодействовать этой коррупции, а значит выявлять такие преступления и привлекать их к уголовной ответственности. Мы об этом, конечно же, не молчим, мы об этом говорим. Это делается в целях профилактики, чтобы другим неповадно было. Ну и опять же, разъясняем, повышаем уровень правовой культуры населения, для того, чтобы граждане знали, куда обратиться в том случае, если у них, например, требуют взятку или еще какие-то там выдвигают в отношении их требования. И, соответственно, помогали правоохранительным органам, органам государственной власти. И Сергей Петрович. Ну да, можно назвать некоторые цифры. Статистика она имеется. По итогам пяти месяцев, допустим, в республике зарегистрировано 109 преступлений коррупционной направленности. Это на 35,9% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Было 170. То есть вот такое снижение мы наблюдаем. Если говорим о таких опасных видах преступлений, допустим, как взятничество, то в текущем году выявлено 10 таких взяток против 27. То есть тоже вот такое значительное снижение произошло. Ну, здесь, наверное, требует пояснения, почему такие цифры появились. Ну, во-первых, я хочу сказать, да, действительно эти преступления, они латентные. Поэтому вот то, что мы озвучиваем, это не говорит о том, что вот в жизни, на практике так оно и есть. Вот сколько выявили, столько и преступлений есть. Поэтому мы это знаем, что часть преступлений остается, во-первых, нераскрытыми, во-вторых, они не доходят до правоохранительных органов. Вот, поэтому, как вот коллеги сказали, действительно население, это должно оказывать нам помощь. Мы ждем информации, как правило, от населения о таких фактах и о уголовно-оказуемых преступлениях, ну, и о правонарушениях коррупционной направленности. Ну, во-вторых, вот в прошлом году у нас наблюдался некоторый рост выявленных взяток по республике. Это где-то на 12% у нас был рост. Вот, ну, мы все понимаем, что бесконечно взятки расти не могут. Ну, не могут просто по объективным причинам. Ну, одной из причин снижения мы говорим о том, что мы активно работаем в профилактическом плане, то есть активно просвещаем и государственных, и муниципальных служащих, и по телевидению, и по радио, и выступаем в коллективах, и разрабатываем, допустим, вот такие брошюрки, вот, и распространяем их, вот они, вот эти брошюрки. То есть доводим до чиновников, во-первых, об ответственности за такие преступления, правонарушения, во-вторых, приводим примеры, когда уже чиновники привлечены к ответственности, а привлекаются сейчас довольно-таки большим сроком наказания, если говорим об уголовных статьях. И, если говорим о правонарушениях, то основное наказание – это увольнение в связи с утратой доверия. То есть самый суровый вид наказания – это увольнение в связи с утратой доверия. Ну, тоже можно назвать цифру. В прошлом году шесть чиновников были увольнены в связи с утратой доверия. Вот. То есть для республики есть такие примеры, и мы их доводим. Ну, и нужно назвать причину того, что все-таки, наверное, мы более активно должны заниматься выявлением таких преступлений. Вот. Будут подведения итогов по итогам квартала, по итогам года мы это проводим, координационные совещания проводим. Ну, вот эти вопросы, они обсуждаются уже на межведомственных наших мероприятиях правоохранительных органов. Тут у меня вопрос. Только ли злой умысел заставляет чиновников идти на преступления? Или, может быть, вот неоднократно приходилось слышать, что иной раз само законодательство со своими пробелами, с какими-то там вот несовершенными вещами вынуждает их переступать черту? Ну, если говорим о коррупционных преступлениях, все-таки здесь должен присутствовать, законодатель требует умысел, прямой умысел. Должен быть прямой умысел чиновника на совершение таких правонарушений и преступлений. Поэтому мы, я здесь не могу сказать, что здесь каким-то образом его потолкнули, совершение такого правонарушения, допустим. Все это, как бы, чиновник знает и с умыслом это делается. Поэтому здесь трудно винить законодателя на то, что вот у нас законы несовершенные. Тем более в последние годы у нас активно изменяется антикоррупционное законодательство. До недавнего времени мы, допустим, не сдавали сведения о своих расходах. Вот они появились, эти требования в законе. До недавнего времени чиновники могли иметь счета за границей, пользоваться какими-то иностранными финансовыми инструментами. Это законодатель тоже предусмотрел запреты на такие вещи. Ну и многое другое. То есть законодательство активно меняется. И, в принципе, я могу сказать о том, что все-таки у нас достаточно сейчас полномочий, чтобы бороться с этими явлениями. Ну и здесь, наверное, еще буквально короткое дополнение. У чиновника всегда есть возможность не совершать преступления. Всегда законодателям предусмотрены механизмы для того, чтобы сделать это в соответствии с законом. Ну, например, да, очень часто мы сталкиваемся с такими, ну, как чиновники объясняют о том, что вот нам денежные средства выделили слишком поздно, и мы вынуждены были их осваивать, иначе бы у нас их забрали. Но, извините, вы должны построить работу возглавляемого муниципального образования либо там учреждения таким образом, чтобы таких ситуаций не возникало. Поэтому, как бы, работайте, если вы занимаете эту должность, и делайте все по закону. Ну, иначе мы сталкиваемся с такими ситуациями, когда у нас дороги за два дня строятся. Вот недавно возбудили уголовное дело в одном из южных районов, где буквально за два дня были подписаны документы о том, что был построен, там, достроен культурный центр в одной деревне. Ну, такого быть не может, это понятно, да? Поэтому, как бы, здесь это все от безграмотности. Вот еще. Ну, и либо этой безграмотностью пытаются объяснить какую-то свою личную заинтересованность, потому что, как правило, те, кому они подписывают документы, это либо их знакомые, либо это их друзья, либо те люди, которым они каким-то образом хотят помочь. Поэтому всегда у чиновника есть возможность не совершать преступления коррупционной направленности. Кирилл Владимирович, общественной палате, как часто приходится сталкиваться с такими проявлениями? И какую позицию вы занимаете? То есть, какую, точнее говоря, в чем видите свою задачу? Ну, к счастью, большому, огромному счастью, еще не поступало ни одно сообщение о коррупции в общественную палату. Но, тем не менее, мы, как общественная палата, сегодня заинтересованы в том, чтобы было все более открыто для граждан. Поэтому при всех министерствах, при полном включении общественной палаты, созданы общественные советы, которые, в свою очередь, тоже, в том числе участвуют в таких, например, вещах, когда рассмотрение заинтересованности личных граждан. То есть, они как-то предотвращают это. После того же, очень много социально значимых проектов, планов, актов законодательных, которые касаются большого количества, большого достаточно слоя населения, тоже проходят через эти общественные советы. Сейчас, на данный момент, в нашей палате ведется работа по систематизации общественных советов при муниципальных округах, районах, городах нашей республики. Думаю, скорее всего, мы выйдем все-таки на тот пласт, когда население уже будет само решать. Вот как в Советском Союзе было, что даже население, вплоть до выбора судей, была же такая система. Но, скорее всего, будем подходить к этому постепенно, что все-таки граждане будут сами как-то уже выбирать. И уже не будет такого момента, что есть какие-то возможности для скрытой передачи, воздействия, попытки как-то подкупить то же самое. И будем от этого отходить. В данный момент мы видим общественные палаты и мы к ней стремимся. Сергей Петрович, а вы на какую поддержку общественности рассчитываете? И что может действительно общественность реально сделать для того, чтобы не искоренить, но хотя бы сократить масштабы бедствия? Ну, как мы говорим, коррупция – это системное явление. Системное явление. И надо бороться системными методами. Так вот, в эту систему входит и общественность, которая должна бороться этими явлениями. Ну, какую помощь они могут оказать нам? Я так понимаю вопрос, да? Ну, помощь, прежде всего, в том, что, во-первых, сами не совершать коррупционные правонарушения, тем более преступления. Во-вторых, сообщать о таких фактах. Все же возвращаемся к этому. Правоохранительные органы. Все-таки кто сталкивается с коррупцией? Прежде всего, это наше население, да? Общественность, как мы говорим. А, к сожалению, все-таки, как мы замечаем, активность низкая. Население в том, чтобы доводить до нас эти сведения. Вот мы привыкли говорить о том, что, да, это такое явление, это плохое. Ну, как говорят в народе, да? Что везде коррупция, всех купили, все подкуплено у нас. А когда касается дела каждого, почему-то мы стараемся, как бы, отойти в сторону. Вот. Ну, могу сказать и то, что все-таки в обществе у нас такие явления распространены, допустим, как дача тех же подарков в больницах. Значит, человек лежит в больнице, несет определенную мзду, подарок врачу, да? Ребенок учится в школе, опять же, несут деньги в школе родители, какие-то подарки учителям делаются. То есть с малых лет мы воспитываем своих детей таким образом, чтобы делать подарки, да? А под подарками может скрываться и коррупционные нарушения, и преступления. Вот. То есть хочу сказать, чтобы, как бы, обществу необходимо отходить от этого. Где грань, которая отделяет подарок от взятки? Ну, здесь... Он законодательно, она установлена? Подарок от взятки, ну, как я сказал, необходимо ориентироваться на вот понятие коррупции. При определении коррупции необходимо ориентироваться на вот это понятие. Должностное лицо использует, либо бездействует, значит, свои должностные полномочия использует, вопреки закону, так скажем, и при этом преследуется корыстный мотив. Вот три момента, если есть, то мы говорим о коррупции. Ну, подарок, допустим, на день рождения у нас принято в обществе дарить подарки, да? Да? Иван Иванович, 50 лет, он получает подарок, пусть даже от сослуживцев, от коллег, пусть он даже руководитель. Ну, наверное, здесь о коррупции мы не можем говорить. У человека юбилей. Наиболее распространенные случаи. Человек обратился за медицинской помощью. Возможно, попал в каком-то очень тяжелом состоянии в больницу. Врачи ему оказали эту медицинскую помощь. В некоторых случаях вернули к жизни. Пациент преисполнен благодарности. Хочет отблагодарить. Вот это что? Ну, это не коррупция. Это не взятка. Если гражданин от чистого сердца, если у него не требует, допустим, материальную какую-то выгоду, мзду, как мы говорим, да, то здесь мы не можем говорить о взятке, о коррупционном что-то составляющем. Но бывают другие ситуации. У человека требуют мзду, опять же, да, взятку, как мы говорим. Говорят о том, что вот мы тебя будем надлежащим образом лечить, мы тебе предоставим отдельную палату, надлежащий уход будет и так далее, и так далее. Но ты за это должен внести определенную сумму. Пожалуйста, это как бы информация для правоохранителей, чтобы заняться... Как часто вы получаете такие сигналы? Чаще всего на основании заявлений граждан. Но следует здесь учесть, что очень многие не сообщают. Потому что вот как ни печально, менталитет вообще в сознании граждан, дача мелких взяток для решения каких-либо бытовых, в том числе вопросов, для населения является нормой. При этом не стоит забывать, что как берущий взятку, так и дающий, в том числе и посредник, через которого передается, подлежат уголовной ответственности. А уголовная ответственность у нас определена законодательством до 15 лет за взятничество. Никогда не нужно забывать. Вот мы, когда граждане смотрим по телевизору, когда берут чиновников, вот правильно, правильно. А никто никогда не задумывается, что сами в определенных ситуациях давали тем или иным образом может денежное вознаграждение, может, вот, кстати, по поводу разграничения подарка и взятки. 575 статьей Гражданского кодекса определен размер подарка – 3000 рублей. Также законодательством определено, что подарок свыше 3000 рублей чиновнику в связи с занимаемой его должностью, с служебными полномочиями подлежит обращению в доход муниципального учреждения, ну, то, работодатель, где он работает. Но здесь именно грань идет очень тонкая, то, что подарок, он от чистого сердца идет, а когда подарок обусловлен какими-то действиями либо бездействиями в пользу дающего, то это однозначно взятка. И размер законодатель не определяет для взятки. То есть будет от 100 рублей, 50 рублей или 20 миллионов. То есть в любом случае обусловленное вознаграждение – это взятка. Даже вот после того, как совершены действия, передача денежного вознаграждения тоже является взяткой в случае, когда это либо было условием, либо после этих действий потребовали, либо чиновнику принесли незаконное денежное вознаграждение, а он его принимает за определенные действия, которые хоть уже даже состоялись. То есть грань, она тонкая. Многие вот не понимают этой грани и путают, подменяют понятия определенным гражданским кодексом. То, что до 3 тысячи рублей – это не является взяткой. Вот в настоящее время Госдума России рассматривает некоторые изменения в закон о противодействии коррупции. В частности, депутаты предлагают. Точнее говоря, это не инициатива депутатов. Они просто ее поддержали и рассматривают такую возможность ввести в Уголовный кодекс понятие «неимущественная взятка» и предусмотреть наказание за это. Что это такое «неимущественная взятка»? Это понятие было еще предусмотрено Европейской конвенцией. И именно в связи с тем, что это была предусмотрена конвенция о противодействии коррупции, сейчас внесена такая инициатива о том, чтобы включить конкретное определение услуги «неимущественного характера», «неимущественное преимущество», как предмет взятки. Эти понятия будут включены в статьи, регламентирующие уголовную ответственность за получение взятки, дачу взятки, коммерческий подкуп. И, соответственно, например, если работодатель какой-то принимает к себе на работу, высокоуплачиваемую работу, сына какого-нибудь компаньона, либо контракт нужного человека, который ему выгоден, то есть уже в данном случае это может быть расценено либо как получение взятки, либо как коммерческий подкуп. Как бы прямого, прямой регламентации в уголовном кодексе как таковой пока вот нету еще. Но, тем не менее, наверное, нужно сказать о том, что правоохранительная система и судебная практика, она уже давно идет как бы по этому пути, потому что даже в нашей республике несколько лет назад был случай, когда сотрудник правоохранительных органов, мы ему инкриминировали, получение взятки путем того, что, значит, ему, ну, в общем, он оказывал покровительство проституткам, скажем так, незаконному бизнесу этому, ночных бабочек, и вот те, чтобы он не привлекал их к уголовной ответственности или к административной ответственности за незаконную проституцию. Вы получал, скажем так, эти услуги со скидкой. Вот. Поэтому как бы это было квалифицировано как получение взятки и, соответственно, понес наказание этот сотрудник. Поэтому вот эти моменты... Неимущественная взятка – это даже более тонкое понятие, чем борзые щенки. Ну, борзые щенки – это имущественная взятка. Это предмет, который имеет определенную цену. Да, это все, что... Здесь вот такие... Когда имеется определенная выгода, неимущественного характера, но, наверное, которая подразумевает то, что в дальнейшем у него... Ну, то есть есть личная заинтересованность в том, чтобы... Как вы считаете, если эти изменения будут внесены, насколько это поможет сделать борьбу с коррупцией эффективнее? Ну, наверное, можно сказать, все-таки, да, эффект будет. Эффект будет. Единственное, в доказательном плане, все-таки правоохранителям, я думаю, будет тяжело. Такую-то взятку, которую сейчас существует, доказывать очень тяжело. Очень тяжело доказывать. А тем более вот то, что законодатели собираются вести. Но двигаться в этом направлении надо. Я думаю, это правильное направление. И, скорее всего, этот закон будет принят. Я бы так хотел. Одно из условий, чтобы борьба с коррупцией была успешной, это тесные межведомственные взаимодействия. Причем не только в правоохранительных органах, а даже, скорее, межведомственные взаимодействия между правоохранительными органами и органами власти. Это взаимодействие, оно налажено. Мы активно взаимодействуем с администрацией главы республики. У нас есть ряд соглашений в борьбе с преступностью, в том числе и с коррупцией. Допустим, по выявлению таких коррупционных административных правонарушений, как статья 19.29. Это незаконное привлечение бывшего муниципального государственного служащего к работе. То есть о всех увольненных лицах они нам предоставляют сведения из министерств, ведомств Чувашской республики. Соответственно, мы далее отрабатываем эту информацию, привлекаем к ответственности работодателей, которые не сообщают о принятии на работу таких бывших государственных муниципальных служащих. И результаты, в принципе, есть. За прошлый год 42 таких административных производства было возбуждено и привлечены лица к ответственности. И в текущем году более 10 лиц таких уже выявлено. Ну и это только один из примеров работы с администрацией главы. А на всех таких совещаниях и у нас они участвуют, и у них мы участвуем. На заседаниях госсовета, естественно, заседания кабинета министров. Ну и в плане информирования они нас информируют о состоянии преступности, в том числе и коррупционной, в своих ведомственных министерствах. Ну и мы раз в полугодие информируем их о состоянии коррупции в республике. Даем какие-то предложения по улучшению, активизации этой работы. Поэтому я считаю, все-таки это взаимодействие есть. Мы его будем продолжать и будем активизировать эту работу. Есть еще такое направление деятельности, как антикоррупционная экспертиза документов, законодательных актов. Насколько тщательно проводится она у нас в республике? Ну, все нормативные акты и проекты, они изучаются в прокуратуре республики. Буквально все. Тем более закон нас обязывает об этом. Это огромное подспорье, кстати, в борьбе с коррупцией, потому что если в законах мы допускаем коррупцию, то они потом будут допускаться и на практике, то есть в жизни. Мы как говорим. Поэтому нормативные правовые акты, антикоррупционная экспертиза этих актов – это своего рода фильтр. Антикоррупционный фильтр. Вот. Ну, ежегодно мы более тысячи нормативных право-фактов изучаем на предмет содержания у них коррупциогенных факторов. Можно сказать, в последние годы количество выявленных этих коррупциогенных факторов имеет тенденцию к снижению. Все-таки… То есть законы пишутся более грамотно? Да, законы пишутся более грамотно. Люди учатся, юристы более грамотные у нас в министерствах, ведомствах. Но проблема все-таки остается в органах местного самоуправления. Люди там меняются более чаще. Естественно, не все, они имеют юридическое образование, не все могут эту работу делать. И вот, опять же, прокуроры помогают им в этой работе, проводят обучение, опять же, изучают проекты нормативных право-фактов, чтобы в последующем не был принят вот этот такой незаконный нормативный право-акт. То есть эту работу мы тоже делаем. У нас общественный подпись соглашения о сотрудничестве с прокуратурой Чувашской республики. Мы систематически собираемся в прокуратуру, там, разъясняем новые законы, новые акты, какие уходят правовые. То есть это у нас в полной тандеме, можно сказать, даже проходит. Это достаточно очень на высоком уровне, если говорить о том, что именно противодействие коррупции, да, вот как выглядит республика. Если же опять говорить о том, что должно сегодня общего для себя принять, ну, сегодня поднимали опять же вопрос о том, что коррупционно составляющий, это не только получающий человек, да, а тот, который еще дает. Тут, к сожалению, опять же, натыкаемся на те моменты, что тот человек, который дает, он тоже заинтересован в этом. И по этот момент именно вот выявление, он тут уже осложняется. И вот самое лучшее, на данном я считаю, что если мы будем привлекать больше общественников в деятельность, да, в том числе и когда мы будем дать какие-то заключения правовым актам, там, когда мы будем там подписывать новые приказы, да, внутренние даже при министерствах, чем больше в этом вопросе будет задействовано, опять же, повторюсь, общество, тем они будут более чистые, более прозрачные, более систематизированные в какой-то части, что вот даст положительные результаты, я считаю. Ну что ж, спасибо вам большое за участие в нашем сегодняшнем разговоре, а я, подводя итоги этой беседы, хочу просто сказать, что борьба с коррупцией, противодействие к коррупции – это не задача органов власти, это не задача правоохранительных органов, это задача общества в целом. Можно сказать, что это всенародная борьба. И вот от активности каждого члена общества, наверное, зависит ее успех. Спасибо за внимание, всего доброго.